ТЕМА 831 ГОРОДСКАЯ БИРЖА ПОДРАБОТКИ ТЕМА 831 ГОРОДСКАЯ БИРЖА ПОДРАБОТКИ ТЕМА 831 ГОРОДСКАЯ БИРЖА ПОДРАБОТКИ Если в нашем городе 10 тысяч стиральных машин и в среднем каждая из них ломается или требует замены один раз в пять лет, то ежегодно требуют ремонта или подключения две тысячи стиральных машин. Это по пять машинок в день. Вы думаете, люди хотят обращаться в официальный сервис? Нет. Они ищут знакомых проверенных частников, которые сделают быстрее, лучше, дешевле и без лишнего шума. Найти их с нуля очень трудно. Они в газетах и в интернете не светятся. Да и газеты сегодня мало кто читает. А в интернете слишком размытая информация и большинство людей просто ничего там искать не умеют. Перенести виртуальный сервис в реал. Я предлагаю сделать сервис подобный. Только не в интернете, а в реальности, как биржу труда или центра занятости, который есть в каждом городе, только не по найму на работу, а по подработке, чтобы народ, который что-то умеет делать, сталарничать, слесарничать, ремонтировать авто, вязать носки и так далее до бесконечности, смог спокойно прийти туда. Да, это гораздо проще и понятнее, чем где-то в интернете что-то найти, зарегистрироваться и ждать заявок от будущих работодателей. А я, как заказчик, например, смогла бы туда прийти или позвонить и заказать качественного слесаря, укладчика плитки или няню на 2 часа. Это лет 15 назад мне ой как нужно было. Качество проверялось бы тут же по отзывам благодарных клиентов и рейтингу. Польза людям и обществу. Иногда мне нужны были не вполне стандартные услуги, которые и во всем российском интернете не найдешь, но, возможно, в городе живут специалисты, понимающие в этом толк. Например, составить чертеж для столика для инвалидной коляски, по которому другой специалист по металлу сделал бы мне надежный крепеж столика. Я другую инвалидную коляску дочери купить не могу именно потому, что не смогу заказать для нее подобный столик. Тогда уволенные специалисты смогли бы опять стать востребованными в обществе, ведь если государство от них отказалось, это не значит, что их услуги больше никому не нужны. И все наши милые женщины, работающие на тяжелых работах за 10-15 тысяч рублей и боящиеся их бросить из страха остаться без средств к... Существование и без пенсии получили бы возможность подработать в свободное время тем, что они умеют готовить, сидеть с детьми, наводить порядок. Это и большое подспорье людям, оказавшимся в трудной ситуации, матерям-одиночкам, например, найти подходящую подработку, например, на время, когда с ее ребенком посидит бабушка. Наши безработные мужчины с золотыми руками и неумением организовать свое дело тоже получат возможность кормить свою семью в своем городе, не отправляясь на заработки в Москву и не бросая свою семью. Сколько семейных драм и трагедий происходит из-за того, что люди надолго разлучаются из-за необходимости искать дополнительный заработок вдали от дома. Наша молодежь поймет, как важно приобрести не диплом, а специальность. Со специальностью всегда можно заработать, если не на постоянной работе, то хотя бы через такую биржу подработки. И все наши население в целом наконец-то почувствует, что их заработок зависит от них самих, а не от того, удачно или нет они в свое. Время устроились на работу. Именно это, а не указание сверху, постепенно начнет сдвигать менталитет нашего населения в сторону создания своего дела или бизнеса. Как говорится, аппетит приходит во время еды, когда народ попробует, что он может сам зарабатывать себе на хлеб, и этому никто не мешает. Тогда он и начнет сам строить свою судьбу, а не надеяться на правительство или Путина. Как организовать бизнес? Возможно, такой проект биржа подработки, скорее, социальный бизнес, чем коммерческий проект. Хотя кто знает? Yo.com Ведь как-то выживает, как и его американский аналог. TaskRobbit.com Но как любой социальный бизнес, он может принести намного больше пользы всему обществу и отдельному человеку, Чем кажется на первый взгляд, организовать такой бизнес, возможно, будет сложно. Нужно до каждого жителя донести его идею. С другой стороны, то, что помогает людям выживать, достаточно быстро ими же осваивается. Дорожку в новый дешевый магазин люди быстро протаптывают. Набрать базу специалистов. Взять у всех телефоны и принимать заявки от населения. Небольшого столика в супермаркете для начала бизнеса хватит. По мере выполнения заказов будете формировать рейтинг исполнителей. Без ответственных и бездарных будете сразу же отсекать. Это вам не муниципальное предприятие, где вы были бы обязаны платить лентяю и дармоеду, поэтому лишних расходов не будет. По мере завоевания репутации ваша служба не будет даже нуждаться в дополнительной рекламе. Туда начали бы звонить, как сегодня звонят в такси, и просить прислать специалиста по такому-то вопросу. Если службы такси прижились в наших городах безо всякого интернета и кассового аппарата, то службы оказания массовых услуг приживутся еще быстрее. Кататься по городу на такси приходится не всегда, да и этому удовольствию есть масса альтернатив. А вот когда у вас сломается холодильник, тут вам выбирать не придется. Быстро вспомните нужный единый телефон службы услуг и позовете настоящего мастера, чтобы он поскорее вернул ваш быт в привычные. Гармоничное существование. Во многих городах работают подобные службы услуг. Тот же муж на час. Но их отличие в том, что они уже имеют твердые прописанные тарифы и в них работают свои сотрудники. Я же предлагаю создать такую же службу, как... Яйдо. И даже лучше, потому что в ней любой человек мог предложить свою уникальную услугу, в отличие от возможностей... Яйдо. Где набор предлагаемых услуг очень ограничен, где смог бы заработать каждый за свою цену, предлагая свой набор услуг, даже не вполне обычных, а вдруг кому-то когда-то понадобится именно эта услуга. Например, моя дочь однажды решила научиться петь. Я перерыла все газеты и весь местный интернет, но ничего не нашла. А в это время где-то сидел человек, который мог бы заняться моей дочерью, но он же не знал, что кто-то ищет в газетах и интернете его потенциальные услуги. Это была бы огромная база навыков и умений, многие из которых могут неожиданно оказаться востребованными. При таком подходе, когда и заказчик, и исполнитель предлагают свою цену, даже начинающие исполнители смогли бы найти клиента и постепенно развить свой профессионализм, предлагая более низкую цену за свои услуги. Это будет удобно в том числе для малообеспеченных клиентов, которым тоже нужна помощь, но дорогую услугу они просто не в состоянии оплатить. Это ли не способ выживания в любое кризисное время? Не так ли издревле люди помогали друг другу выживать, когда не было ни вузов с их дипломами, ни налоговой инспекции? Помоги другому, и он поможет тебе. Это справедливо на все времена. Субтитры сделал DimaTorzok